Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, бонжур, хило, шалом. Все, мы продолжаем изучать Киртия Вуд, божественную мудрость. Вот, давайте сейчас собираемся. Меня вчера спросили, откуда вот люди на уроке. Да, я вчера разговаривал с одним человеком, который, он помогает вообще всем еврейским проектам, такой, он дает много датьев, делает много благотворительности. И он, значит, я ему рассказывал про проект «Ваикра», и он меня спрашивает, а вот люди, которые на урок приходят, они откуда? Я говорю, со всего мира. Он говорит, ну не может быть, что прям со всего мира. Я говорю, ну вот со всего мира, да? Вот, напишите, пожалуйста, откуда вы? Давайте проверим. Может, я действительно преувеличил? Может, тут, Дмитрий Тим, например, шалом, вот откуда? Ну, здравосланьян, я знаю, из Германии, из Витебска, Виталий Лошко. Лилия Берман, откуда вот Лилия Берман? Шаломчите, новый бэкграунд. Да, как раз этот бэкграунд, он не случайный. Я сегодня вам расскажу, почему именно новый бэкграунд. Почему именно мы на фоне книг сегодня, да? Шалом Ботертов, Алика, Ария Мейстер, я знаю, из Запорожья. Из Англии, Мириам Голубева, из Риди и Англии одновременно. Москва, Украина. Доброе утро, Саша Шмалун. Шаша Наказ, Израиль. Все, отлично. Всем шалом. Так, все, давайте не забываем писать, откуда мы, да? Чтобы всем было видно, что, насколько прям свет Тора распространяется вообще по всему миру. И второе, напишите, пожалуйста. Да, второе, не забываем делиться уроками, ставить лайки, писать комментарии, все как положено. Так, секунду. Вот наши участники урока случайно переключились, живые участники урока. Сейчас я от вас отверну, да? Итан с Давидом очень получились интересные два участника, это очень смешно получилось. Я случайно переключилась на вас, да? Я хотел сделать чуть-чуть другой фон и это самое. Хорошо. Итак, значит, мы продолжаем читать, изучать четвертую главу Пертьявод. И сегодня у нас очень интересная Мишна, которую сказал Раби Йоси. Раби Йоси, это был ученик Раби Айтивы. И он жил уже, получается, после храма, после разрушения второго храма. И Раби Йоси, он нам сказал следующую вещь. Сказал он нам следующую вещь. Он нам сказал, что Его тело будет пренебрегаемо обесценено созданиями. Такая короткая Мишна, но в ней очень много скрыто смыслом. Прежде всего, надо понять, что значит лихобет, что значит почитать что-то. В чем выражается? Каждый, кто почитает Тору, его тело будет почитаемо людьми. И каждый, кто обесценивает Тору, его тело не будет почитаемо людьми. Значит, как почитать Тору? Значит, комментаторы по-разному чуть объясняют это почитание. Но главных три направления, которые они выделяют, это. Первое, это изучать Тору. То есть, садиться и каждый день учить Тору, это обязанность каждого еврея. Независимо от того, он здоров, болен, старый, молодой, есть у него деньги, нет денег, должен он работать, не должен работать. Даже если он кормится с милостыней, и он болен, и он старый, он должен учить Тору каждый день. Потому что пока работает мозг, он над чем-то работает. Если ты не даешь телу пищу каждый день, то тело, оно умирает. Если ты не даешь мозгу духовную пищу, то мозг тогда занимается каким-то мусором и перемалыванием чего-то, опять же, всего связанного только с пищей, да? Ну, грубо говоря, с материальным миром. Поэтому изучение Торы, это как пища для души. То есть, Тора, это свет, это пища для души, это то информационное пространство, находясь в котором ты соединяешься с Богом. То есть, не учишь Тору, то ты с Богом не соединяешься. Учишь Тору, ты с Богом соединяешься. То есть, это как бы первое. Поэтому тот, кто михабет это Тора, тот, кто почитает Тору, он ее изучает каждый день. А тот, кто очень почитает Тору, он в 10 утра приходит на урок, включает компьютер и ровно в 10 утра начинает прямую трансляцию, чтобы день начинался с важного, фундаментального изучения Торы, чтобы подключиться к правильным основам, к правильным таким фундаментам, к правильным намерениям. То есть, если мозгу не давать все время направление, то он начинает работать в разнос и работает он по совершенно автоматическим законам. Особенно самый простой закон, по которому работает мозг человека, его интеллект, это называется, а у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод, вот. А у нас сегодня кошка родила вчера котят. То есть, он работает на полном, абсолютно реактивном режиме и подключается абсолютно к любой информации, которая только встречается во внешнем мире, она на сегодня полностью непредсказуема. И получается, что он прокручивается в холостую, в холостую целый день. Но на сегодня он не в холостую прокручивается, потому что как только вы выключите урок Торы, то Facebook вам покажет что-то, что соответствует вашим последним размышлениям на тему, чтобы мне купить. И он, так как Facebook берет деньги от тех, кто дают рекламу, и им важно, чтобы те, кто дают деньги, чтобы они получали своих клиентов, то они тут же находят человека и его интересы. И они тут же ему дают, не просто, а у нас сегодня кошка родила вчера котят, дают ему, я помню, как-то один раввин, он подумал про лыжи. Вот он никогда не ездил на лыжах, и как-то он где-то в разговоре или что-то подумал про лыжи. И он один раз, он зашел на какой-то сайт, связанный с лыжами. И потом он рассказывал на уроке, это такой раввин, который русскоязычный, с русскими работает. Он говорит, вы знаете, говорит, это чудеса какие-то со мной творятся. Это просто знайте мне, Бог отовсюду знайте посылает. Сейчас я куда не зайду, открываю интернет, у меня все время лыжи, 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 лыжи. Значит, и я понял, что мне надо ехать на лыжах, это знак. А он не знает, как работает просто интернет, что стоило ему зайти на сайт по лыжам, он сразу же зафиксировался, что он туда зашел. И уже знает Google, знает Facebook, знает все, кто продают рекламу, что у него появилась одна мысль про лыжи. И теперь ему надо показать, то есть ему все время показывают рекламу лыж, потому что вероятность того, что он купит лыжи, она велика. Понятно, да? Он купил лыжи, кстати, интересно, он купил лыжи. Он, ну, купил лыжи, поехал на лыжах кататься, это же знак, то есть сказать человеку, ему об одном и том же. Поэтому мы должны изучать Тору. Значит, первое, почитающий Тору, он ее изучает. Второе, что значит почитать Тору, это почитать мудрецов Торы. Мудрецы Торы, они для кого-то это самые уважаемые люди в мире, а для кого-то они дармоеды, которые, не дай бог, вообще, ну, то есть, просто дармоеды, да, и все. Говорят какие-то, ну, люди, которые вообще двух слов связать не могут, но они говорят о величайших мудрецах мира, что они дармоеды. Ну, это удивительно. Так можно, правда, сказать и про любого профессора математики. А что профессор математики? Понимаете, дармоед сидит, циферки складывает. В принципе, он и есть дармоед, наверное, для кого-то, да. Значит, царь Соломон сказал в притчах, что человек определяется по тому, что он прославляет. То есть, каждый человек, для него кто-то является авторитетом, кто-то является вызывающим уважение, кто-то является для него тем, кого он почитает. И вот суть человека определяется тем, кого он прославляет. Понятно, да? Очень легко спросить, кто для тебя там, ты за кого будешь голосовать? За такого-то, ну, с тобой все понятно. А ты за кого? За такого-то, а с тобой тоже все понятно. То есть, тот, за кого человек будет голосовать, это он определяет суть человека. Поэтому можно определить суть человека. Поэтому почитающий Тору, он в первую очередь учит Тору, во вторую очередь он почитает мудрецов. То есть, он с огромным уважением, восхищением говорит о мудрецах. Для него главный герой это Раби Атива, а не Александр Мукдон. То есть, есть вот кто для тебя главный герой? Александр Мукдон. Ну, так понятно с тобой все, значит, кто ты тогда. А есть тот, для кого Раби Атива, тоже все понятно. Теперь, и третье, что значит почитать Тору? Почитать Тору, это вот я поэтому сегодня на фоне книг, это книги. То есть, это то, как ты относишься к книгам Торы. Это то, запрещено, например, сидеть на том же стуле, на котором лежат книги. Запрещено на книге Торы сверху класть какие-то другие книги. То есть, книги Торы, и сверху, если лежат книги, это неуважение к Торе. Тора должна лежать сверху. Если лежат все у тебя книги Торы, то в них тоже есть порядок. Есть письменная Тора, это пятикнижие, оно должно лежать на самом верху. Дальше устная Тора, и так далее, и так далее. То есть, есть порядок книг. Теперь, что значит Аммихабет, это Тора Гуфо Мехубат Алябриот. Вот, его тело почитаемо созданиями. Тора очень большое внимание уделяет похоронам. Как человек будет похоронен, и, например, когда умирает, умирает, есть такой закон, когда умирает человек, да, то его ближайшие родственники, ближайшие родственники, это относятся родители, дети, муж, жена, братья, сестры. Вот это вот семь категорий близких родственников. Они, для них отменяются все повелевающие заповеди. Даже чтение шма, одевание от филина, молитва и так далее. То есть, пока месть вот умер, пока они его не похоронят, они все свободны от других заповедей. Причем, даже если кто-то может за них сделать эти, похоронить, они все равно свободны. Зачем? Чтобы они думали только о умершем. Потому что вот этот момент, когда он умирает, его тело, его душа еще привязана к телу, и она постепенно выходит из этого тела. Она не так, чтобы сразу, вот он умер, и между ними нет никакой связи. Какое-то время душа еще связана с телом. Поэтому, по иудаизму запрещено делать кремацию. Кремацию делать запрещено, потому что это невероятный шок для души умершего. И если бы знали те родственники, которые делают кремацию своим близким, какое страдание они им приносят, их душе, и как для них какой-то шок. Это как живому человеку в него воткнут там сразу иголки, огонь там и так далее. То есть его как бы врачи констатировали смерть. Но, во-первых, даже врачи еще, когда констатировали смерть, есть известная история Хана Лернер, рабонит Хана Лернер. Ее мама умерла. А ее мама умерла, и все. И она очнулась потом в морде через два дня, после того, как констатировали ее смерть. Писали об этом все газеты, израильские, и все. Через два дня она очнулась, и еще прожила после этого 20 лет. 20 лет после этого прожила. То есть это, ну, это чистый факт. То есть врачи констатировали смерть, душа вроде бы ушла, а потом вернулась. Но когда берут это тело, его сжигают, кидают в топку, представляете, что чувствует эта душа? Это страшное дело, то, что чувствует. И вот, значит, это как раз то, о чем говорится, что тело того, кто почитает Тору, его тело, даже его тело, то есть не говоря уже о нем самом, о его памяти, но даже его тело очень сильно почитаемо создает. Бреет это всеми людьми. Есть интересная история, как в Минске, в Минске было еврейское кладбище. И там был один, его был раввин похоронен, его была фамилия Альперин. Альперин, он написал книгу такую, Седер Адорот, «Порядок поколений». Это была книга, в которой он от сотворения мира, от Адама Решона расписал биографии всех, когда родился, когда умер, что с ним было. Седер Адорот, до, там, он жил где-то лет 150 назад, Альперин. И, значит, была его на еврейском кладбище Модила. Потом на этом месте строили стадион. И все Модилы разрушили, а его склеп, значит, рабочие пришли рушить его склеп, значит, и бах, одного ломом убило. Второй, значит, пытался продолжить его дело, значит, тоже что-то с ним случилось. В общем, после того, как несколько человек погибло, пытаясь разрушить его склеп, то его склеп оставили на стадионе. В Минске, говорят, стоит склеп, написано, здесь похоронен известный еврестий историк Альперин. Это было в советское время. То есть, его, он настолько почитал Тору, что изучил все поколения, как оно было. И, значит, его тело было почитаемо бред, что даже когда разрушили кладбище, его оставили. Другой из примеров, что, значит, человек, который почитал Тору, это был Саба из Навардака. Саба из Навардака, это был великий такой известный раввин, который жил, тоже он умер в 1920 году, значит, в 1920 году, практически в наше время. Он, было ему тогда лет 70, значит, он родился в 50-х годах, в 72 года он умер. И Саба из Навардака очень интересная личность. Он женился в молодости на дочке одного богатого еврея, который взялся его обеспечивать. Он был очень талантливый, как раввин, такой восходящая звезда. И он с ней обручился, и, значит, бах, буквально остается до свадьбы, короткое время, умирает этот его тесть. Тесть его умирает, оставляет 8 детей. Это, на которой он женился, девушка, она старшая, и все девочки там, да. И он, значит, получается, что он старший мужчина в семье, он должен оставить Тору и начать работать. Он начинает работать, работает, торгует, работает, торгует, как бы все отлично. Еще больше богатеет. И тут он на ярмарке встречает Раби Стройля Салантера. Раби Стройля Салантера – это был величайший мудрец того поколения. И, значит, они начали разговаривать. Он начал к нему ходить на урок. И, в общем, у них такой произошел разговор, что этот Саба Миновардак, он говорит, я, говорит, вот должен работать, должен работать, чтобы обеспечивать семью, чтобы были деньги. Он говорит, а помимо денег же, а когда ты умрешь, чем ты умрешь, да, что у тебя с собой будет? И он задумался, что у меня с собой будет, и настолько ли те деньги, которые я зарабатываю, они полностью перекрывают то, что я сейчас не учу Тору. И он, значит, походил-походил к нему на уроке, потом пришел, приехал домой и говорит, вы знаете, я решил вернуться опять к изучению Торы, я буду только изучать Тору. И он сел, начал изучать Тору, стал учеником Раби Стройля Салантера. Теперь, значит, потом при родах умерла его жена. Вот эта молодая жена у него умерла при родах. И это для него было очень большим доказательством сиюминутности и кратковременности человеческой жизни. И никогда человек не знает, что с ним будет. И погоня за богатством, деньгами, излишествами, она еще никого не насыщала, а в то же время духовная жизнь часто приносится в жертву ради материальной жизни. В общем, он решил полностью посвятить себя духовному росту, и он был человек крайностей. И про него интересная история, что он после смерти жены, он заперся в доме, и полтора года из этого дома не выходил вообще. Ему передавали еду в окошечко. Если книги нужны были, он писал записки, он ни с тем не разговаривал, и он собирался так сидеть 7 лет. Но в это время кто-то написал донос на него, что это секта какая-то, все такое. Пришла полиция, его оттуда достали из этого дома и запретили ему там сидеть. Значит, и он уехал потом в комнату. В общем, что интересно, находясь вот в этом своем индивидуальном развитии в духовном росте, он достиг такой духовной силы, например, такой про него есть случай известный, что он жил в лесу в доме в таком, да? И к нему приходили ученики туда иногда, он им там рассказывал разные тайны Торы, раскрывал. И он им говорит, если человек полагается на Бога, вот по-настоящему полагается, не то, что он там типа на Бога надеется, а сам не плашай. И он такой на Бога надеется, но все делает сам. Он говорит, нет, если человек по-настоящему, на 100% полагается на Бога, то Бог для него сделает все. То есть он настолько будет с Богом как одно целое, что Бог для него сделает все. Это качество бетахон. И у них в это время догорела свеча, стало темно. Это дом в лесу. И он выходит в лес такой, бах, и говорит, вот сейчас Бог нам даст свет. И появляется такая огромная фигура, ему дает свечку и исчезает. И в лес чаще все. И он, значит, потом этот агарок свечи он возил с собой, вот это, чтобы как бы помнить об этом чуде, которое с ним произошло. А потом сгорел целый город, и вместе с ним сгорел этот агарок. Ну, деревянные тогда были дома. И он говорит, вот это тоже было мое маловерие, что мне для того, чтобы полагаться на Бога, нужны были какие-то еще подтверждения в виде агарков свечей. То есть он был вообще такой бескомпромиссный. И вот он в 20-е годы, он открыл целую сеть ешив. Его ученики, они были такие же, как он. То есть для них реальности не существовало. Нет реальности. То есть они совершенно жили вот вообще. Реальности нет. Есть только духовная реальность и Тора. Было у него 2000 учеников в 20-е годы. Умер он в 20-м году в Киеве. Как раз тогда была эпидемия Тифа. И он в 70 лет, он ходил, он зимой ходил без пальто. Он такой был очень бегал в 70 лет. Путешествовал на подножках поездов там. Ничего, ну то есть у них не было имущества в ешиве. У них все, что к ним попадало в руки, они тут же раздавали, чтобы вечером ложиться спать без копейки денег, без имущества, без ничего. Бог поможет. Бог поможет. И у них такая была очень интересная жизнь в 20-е годы. В общем, он умер. Но к чему это рассказывает? Как раз он был похоронен в Тиеве на еврейском кладбище. И когда строили стадион в 60-е годы, каким-то волшебным образом разрешили Сабу из Навардака, Равьосов Юзель Гуравиц его звали, разрешили его перезахоронить. И его тело, причем интересно, его тело через Париж улетело в Израиль. И он похоронен в Израиле на Араменуход. Гора Менуход на въезде в Иерусалим. И он там похоронен. То есть, а те люди, которые Тору не почитают, вторая часть смешные, не уважают, то их сжигают, их кремируют, потому что для них Тора становится ничьим. Для их родственников Тора становится ничьим. И их тело превращается в горстку пепла, которая, интересно, что там есть такая косточка специальная, вот здесь сзади, из которой потом восстановится заново тело, когда душа придет в тело. И это такая косточка. Многие не верят, типа, как это так, из косточки восстановится тело. Но почему-то люди не удивляются, как из зернышка вырастает там яблоня, да. То есть, маленькое зернышко, оно сгнивает в земле, и из него вырастает яблоня. Не удивляются. Из одного зерна вырастает колос, там 40-50 зерен. Не удивляются. Из одной клетки появляется человек. Не удивляются. А то, что из одной косточки потом в грядущем мире будет восстановлен человек. Удивляются. Ну, можно удивляться этому. Удивляться это вообще не проблема. Проблема, что, имея столько доказательств, что из одной клетки появляется целое новое создание, проблема в том, что не давайте этому даже шанса. И когда человек не дает этому даже шанса, и говорит, это все истории, и что? И он отказывается. Он отказывается от вечной жизни. Вот это проблема. Это большая проблема. То есть, удивляться можно. Можно даже давать этому шанс. Можно считать так. Вот, например, просто если у вас есть кто-то, кто-то из, вокруг людей, которые вот сейчас их там хоронят, или будут хоронить, и так далее. Кремация запрещена еврейским законом полностью. Полностью запрещена. То есть, тело нужно предать земле. Из праха человек вышел, в прах возвратится. И это очень важно для его души. Все, давайте еще раз тогда подведем итог. Сказал нам Раби Йоси, что Амехабет это Тора, тот, кто почитает Тору. Тора это божественное знание, в котором Бог сообщил человеку, человечеству, что вообще, как оно все работает, и для чего Бог создавал всю эту историю. Тот, кто почитает Тору, его тело будет почитаемо созданиями. Тот, кто не почитает Тору, его тело не будет почитаемо созданиями. Это сказано в Торе, значит, это правда. Все, значит, напишите, пожалуйста, свои выводы, свои выводы о том, что вы для себя поняли. Очень интересно, что вывод, который вы для себя сделаете, это идея. Если вы в эту идею поверите, она станет ведущей идеей в вашем мышлении. То есть, информация, которую человек получает, он потом в нее своей верой, он ее закрепляет, как бы склеивает у себя в мышлении. И тогда при принятии решений эта информация становится, она его ведет, то есть, она начинает его вести по жизни. Та информация, которую человек получал в прошлом, она создала ту жизнь, которая есть сегодня у каждого из нас. Вера – это то, что ее склеивает. Теперь, если человек, он хочет продолжения, а это естественно и нормально для человека хотеть вечной жизни, не хотеть исчезнуть, то тогда имеет смысл поверить, как оно работает, узнать вначале, потом поверить, а потом сделать действие для того, чтобы перейти на следующий уровень. Все вместе это называется Тора узнать, заповеди сделать, и с Божьей помощью встречаемся в грядущем мире через... когда он наступит? Но он же когда-нибудь наступит. Все, удачи, успехов, напишите свои выводы, пожалуйста. Выводы, что вы поняли, что вы планируете сделать. Все, всем пока, удачи! Пока!